Здравствуйте! В середине июня в течение четырех дней в Архангельске проходил второй международный туристический форум «Северный вектор развития туризма». Форум проводился правительством Архангельской области и Министерством культуры Российской Федерации. В его мероприятиях приняли около 500 российских и иностранных участников из 26 субъектов России и 10 стран мира. Внушительное число участников. А все для того, чтобы туризм на севере, в частности в Поморье, стал действительно самостоятельной и эффективной отраслью экономики. Реально ли этого достичь в ближайшее время? Об этих делах мы и поговорим с Татьяной Бестужевой, членом правления Архангельской региональной туристической ассоциации. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Я сразу объясню, почему обсудить вопросы туризма я пригласила именно вас. На мой взгляд, вы знаете проблему изнутри, неравнодушны к данной теме и уже более 30 лет работаете в сфере турбизнеса. Все правильно? Все правильно. Да, и вы, кстати, награждены медалью за заслуги в развитии российского туризма, да? Да. И даже занесены в книгу «Лучшие люди России». Дважды, да. Дважды. Ну, тогда все вопросы к вам, думаю, по адресу будут. Прошедший форум. Есть ли результаты для вас, как для практика? Конечно, есть. Во-первых, это грандиозное большое событие не только для архангельского туризма, но в целом для Архангельской области. Потому что провести такое большое мероприятие с привлечением не только средств массовой информации, но и руководства федерального агентства по туризму, представителей иностранных компаний. Я думаю, что это дорогого стоит. Потому что сегодня, как и раньше, реклама была двигателем торговли. И мы сегодня должны продвигать Архангельскую область как можно больше, чтобы она была конкурентным на туристическом рынке. Вам именно этого не хватает? Продвижения, узнаваемости? Не только этого, но отчасти да. Потому что туристских фирм, агентств на территории Архангельской области очень много. Но они по сравнению с московскими турфирмами, они очень маленькие. И выйти на мировой рынок им очень трудно. И большинство, как правило, у нас туристские агентства, которые занимаются выездным только туризмом. Естественно, они продвигать Архангельскую область не будут. А туроператоры, а их единицы всего насчитывается в Архангельской области. И они настолько маленькие, что выходить на мировую сцену им просто-напросто не по карману. Вот если сравнить положение с въездным внутренним туризмом, несколько десятилетий лет назад и сейчас есть уже какие-то подвижки и изменения? Есть разница? Ну, мне, наверное, сложно судить, потому что у нас въездной туризм был очень развит. И большое количество советских туристов приезжали в Архангельскую область. Это в основном были москвичи, ленинградцы, прибалты. Прибалтийские республики все ездили. И они безумно любили теплоходные круизные маршруты с посещением советских островов. То есть можно сказать, что раньше это было даже лучше? Да. Скорее всего, да, поскольку мы имели свой флот, северное морское пароходство. Мы много чего имели. У нас был свой гараж в областном совете по туризму, который насчитывал свыше 50 единиц автотранспорта. Сегодня такого в Архангельске нет. Сегодня что-то изменилось в лучшую сторону, где-то мы и хромаем. То есть, наоборот, компроблем только увеличился? Конечно, потому что, во-первых, раньше профсоюзы оплачивали. Люди в основном путешествовали за счет или директорского фонда, или профсоюзных организаций. То есть, практически они не платили деньги. Сегодня туристы едут за свои деньги. Они едут, они тратят деньги, и они хотят получить качественную услугу. А это поднимает статус любого, кто занимается на приеме туристов. Все же мы можем говорить о конкурентноспособности нашей области в сфере въездного туризма. Она по многим направлениям довольно-таки интересная. Интересная у них очень... Она, во-первых, очень большая Архангельская область. Раз. Во-вторых, у нее очень много памятников истории, архитектуры. У нее развито очень хорошо народное творчество. У нее природных очень данных много. У нас есть и национальные парки. У нас очень много озер. У нас много действующих монастырей. У нас очень много чего есть, чем можем гордиться по отношению с другими туристами. В плане содержательном, да, конечно. Но? Но? Называйте по пунктам, что но. Во-первых, у нас плохие дороги. Инфраструктура. Она страдает и очень сильно. Дороги – это головная боль. Потому что сегодня даже возьмем такой интересный объект, как Киостров, что находится в Онежской губе Белого моря. Доехать до Онеги – проблема номер один. Туристы, которые едут, конечно, недовольны проездом до Онеги. В другой же дороге и другими способами попасть в Онегу и на Киостров просто невозможно. А путевка, в общем-то? Но путевка, она не так дорога, потому что Киостров – это дом отдыха, которому более 80 лет. Поэтому она не так дорога, как другие маршруты на территории Архангельской области. Ну, в общем, до Пенеги тоже нелегко добираться, да? До Пенеги, конечно, скорее всего, 4 часа по хорошей дороге. Но если вот такое солнце, это же пыль. И, конечно, транспорт у нас, конечно, отстает. Потому что туда большие автобусы уйти не могут. Вот идут более мелкие, там, пазики и другие, которые не обладают ни кондиционером. Открою шок, на это пыль летит, туристы недовольны. Поэтому проблема есть не только с дорогами, но и с транспортировкой туристов. Вообще, что из себя представляет, вот по-вашему, должен представлять сельский туризм? У нас модно, сейчас модно, и все ринулись. Какие-то по наследству остались дома. Все начали их чуть-чуть приводить в порядок и сразу же звонить в туристскую фирму. Давайте привозите туристов. Туристов, к сожалению, нет. Они не в письменном столе. Нужна хорошая реклама, чтобы народ поехал. И нужен комплекс услуг, чтобы людей приучить отдыхать в сельской местности. Это миф все-таки? Это не миф. Я думаю, что к этому мы придем, потому что уже очень много людей, которые уже наелись в Турции. И народ, если мы приучим, то, естественно, они поедут отдыхать в сельскую местность. Но мне это не только кажется, но мне хочется верить в это, что сельский туризм найдет достойное место в плеяде разновидностей туризма. За каким туризмом будущее? Ну вот сейчас очень модно экологический туризм. Я думаю, туризм с активным способом передвижения, то бишь это на лодках, на лыжах. То есть люди стали больше внимания уделять своему здоровью, а значит, надо развивать эти виды туризма. Потом, что еще? Семейный отдых надо однозначно развивать. И как можно делать больше маршрутов отдыха родителей с детьми. Ну и всегда излюбленное место было. И любимое это маршруты, связанные с водой. Теплоходные маршруты. К сожалению, у нас Двина Северная не чистится. Это большой минус в развитии туризма. А она сама по себе очень красивая. Она интереснее даже Волги. Потому что очень красивые берега. Очень много памятников на протяжении маршрутов от Архангельска до Котласа. У нас же ходил проход колесник Гоголь, которому уже 102 года. В этом году мы впервые не дошли до Котласа. При выходе на маршрут были сводки одни, что вода полная. И в течение полутора суток вода на 10-15 местами до 20 сантиметров в день начала падать. И просто-напросто капитан принял решение, что дальше уже Двинского-Березника пароходу не пройти. Если он и дойдет, то просто он на зиму останется зимовать. То есть такие природные факторы неожиданные? Они, может быть, не настолько неожиданные, как... К этому, наверное, мы шли, поскольку с советских времен, я думаю, что река не очистилась. А очистить нужно Северную Двину, чтобы ходили большие пароходы. Это раз. Во-вторых, на протяжении всего пути у нас нет ни причалов, ни дебаркадеров, ни пристаней. Все это ушло. Получается, туризм сам по себе, а развитие области? Само по себе. Но что положительное на туристском форуме, что мы говорили о развитии круизного туризма. И меня это порадовало, потому что люди отнеслись и администрации области, и люди с министерства транспорта отнеслись очень серьезно. И нам было предложено приобрести Архангельской области судно, которое сможет ходить, сможет везде приставать, даже без причалов. Но если это решится, я думаю, что туризм очень резко пойдет развиваться в гору. И это будут доступны многие интересные места. Не только до Котласа с посещением Сольвычи Годска. Это же очень много там всяких памятников интересных. Это и Верхняя Тойма, родина Ольги Фокиной. И Красноборск, это родина Александра Борисова. Это и знаменитые курорты. Но ведь это еще и летний и зимний берег. Пусть не въезжая в море, но это и в ту сторону, если мы поехали, то это и Новодвинская крепость, когда раньше сюда ходили. Я думаю, что желающих будет очень много посетить. Вот красивый памятник федерального значения Новодвинская крепость. Это раз. А во-вторых, мы сможем, наверное, посещать и остров Мудиук, где, во-первых... А ведь очень много мы и школьников туда возили, и взрослое население возили туда, потому что там был музей, там памятник жертвам-интервенциям. Там даже комсомольцы и пионеры стояли в свое время в почетном карауле, отдавая дань памяти всем, кто похоронен. Вы знаете, там несколько лет там была, и там как-то, потому что, может быть, нога туриста там уже давно не ступала, такое все законсервированное и в очень хорошем состоянии, по большому счету. Да и восстановить там не так много. Это и природный памятник очень интересный. Там же и маяки находятся, и памятник находится, и филиал, скорее всего, Краеведческого музея, где был концлагерь. Я думаю, что это памятник довольно-таки интересный, и его, с приобретением вот этого прохода, судна, я думаю, что вот это направление будет развито очень хорошо. И все же, что пользуется спросом у туриста иностранного и русского? Что выбирает турист? Праздники, ярмарки, фестивали, так называемый событийный туризм? Я думаю, что все больше интересуется именно экологическим туризмом, легко доступностью, чтобы посмотреть памятники и музеи. Потому что я считаю, что русские музеи самые богатые, самые интересные. И заказывают вот сейчас несколько иностранных групп, приезжают. Они приезжают именно только в посещение Архангельска, смотрят музеи, малые карелы, безумно нравятся малые карелы. Очень любят, когда их встречают колокольными звонами, хлебом с солью, фольклорными коллективами. Это им очень нравится. Очень нравится проход колесник Гоголь. Они, по-моему, трогают и фотографируют все и вся. Поэтому все, что рядом с городом, им это очень нравится, потому что это легко доступно. Они могут фотографировать, они могут сразу же посылать снимки свои, на телефон фотографируют. То есть доступность, вот это очень. Мы привозим на День города и в программе даем обязательно программки посещения уличных фестивалей. На День города едут, едут на День военно-морского флота, потому что праздник очень шикарный. Шикарный и Архангельск научился проводить красиво, достойно праздники. И это очень радует. То есть все взаимосвязано, правда? Конечно, конечно. Туризм такая отрасль, она сама по себе не может существовать. Она не может. Если будет правительство, как области, мэрия города, будет уделять вниманию инфраструктуре, развитию города, то будет, естественно, развиваться и туризм. Потому что сегодня сложно принять туристов и сделать им хорошую обзорную экскурсию по городу. Специально проехали, специально зафотографировали. И посмотрите, даже к нашему знаменитому музею изобразительных искусств туристский автобус большой не поставить. Потому что стоят все легковые машины. Да, здорово, что город развивается. Люди достойно живут и могут позволить себе купить легковую машину. Но, извините, у нас сегодня очень мало парковок. И нужно, наверное, администрации, правительству, да, всем задуматься, что у таких объектов, как музеи, должно быть разрешена только стоянка для экскурсионного транспорта. Неважно, приехали у нас и два туриста. Мы сегодня очень много обслуживаем индивидуалов. Чтоб легковая машина с индивидуальными туристами. Это Mercedes Sprint, это Ford Transit. Это и большие автобусы, где-то до 57 человек в автобусе. Они могли остановиться у экскурсионного объекта. Посмотрите сегодня. Я уже не одному губернатору говорю, что сегодня город Архангельск узнают по обелиску Севера. Но посмотрите сегодня. Можно ли экскурсионный транспорт остановить у обелиска Севера, чтобы туристы вышли и сфотографировали? Нет, невозможно. Сегодня были и отдать должное нашему агентству по туризму, которое проводило совещание с представителями ГАИ. Решить вопрос. Да, нам дают разрешение проехать по набережной, еще по каким-то улицам. Если мы подаем заявку. Но остановиться у памятников мы не можем. Даже у памятника Петру Первому мы сегодня не можем остановить экскурсионный автобус. Еще есть один вопрос. Подготовка кадров. От этого зависит и качество услуг в турбизнесе. Где брать кадры, которые бы умели продвигать, как мы говорим, продукт туристический, которые бы оказывали должный прием туристов? Вы знаете, этому вопросу тоже уделяется очень много внимания. Но пока я думаю, что этот вопрос еще долго не будет решен, потому что кадры в туризме – это люди, которые занимаются предоставлением услуг. Как услужать тогда туристу. Мы этому еще не научимся. Мы не научились. То есть мы имеем какой-то багаж знаний, а именно гостеприимство. Мы должны развивать в каждом человеке гостеприимство, что мы рады любому туристу. И толерантность, наверное. Конечно, конечно. И когда мы научимся гостеприимству, тогда все вопросы будут сняты. И потом, конечно, молодежь должна учить иностранные языки, потому что ездят, стали много ездить иностранных сегодня туристов. Смотрите, 5-7 до 10, наверное, судов приходит вместе взятых с иностранными туристами в наш порт. И если мы портовые все вопросы решим, решим безвизовый въезд в Архангельск, как в Санкт-Петербурге, то, ребята, ура, тогда можно будет ставить всем работникам и агентству по туризму, и мэрии, и администрации памятник, что мы сделали большое дело для поднятия и развития туризма в Архангельской области. А нынешней молодежи надо знать даже не один язык, 2-3 языка, чтобы они владели и щелкали как орех. Это востребовано. Это востребовано, это нужно будет, это вести переписку, разговоры даже по телефону. Все нужно теперь на иностранном языке. Вот тогда мы скажем, что кадры готовы к обслуживанию гостей нашего города. А как вы думаете, сами архангелогородцы готовы выложить деньги за путешествия по области? Я думаю, да. Есть такие примеры, когда архангелогородцы уже на протяжении более 10 лет путешествуют на проходе Колесники Гоголь до Котласа с посещением Солевича Годска и Великого Устюга. Они безумно любят Северную Двину, они безумно любят пароход Колесник Гоголь. И каждый раз они из года в год, если мы три раза отправляем пароход Гоголь, они три раза покупают путевки и путешествуют на пароходе Колесники Гоголь. Да, есть люди, которые у нас ездят по 40 лет на Ки-остров, даже больше. Были люди, которые 50 лет отдыхали только на Ки-острове. Я не говорю, что они только на Ки-острове. Они отдыхают на Ки-острове и куда-то путешествуют за пределы Архангельской области. У нас очень много людей ездят, любят отдыхать на маршрутов выходного дня. В санатории Беломорья ездят, которые, слава богу, теперь принимают туристов на маршрут выходного дня. У нас с удовольствием Архангелы Горуцы проводят время катания на пароходе Гоголя в праздничные дни. Соловки-то вы почему не понимаете? А соловки, они раскручены, люди ездят по несколько раз на Соловецкие острова. Хотя, может быть, сегодня все хотели бы в старшее поколение повторить, вернуть теплоходные морские круизные суда, которые ходили, путешествовали. На Соловке у нас было 5 судов в свое время. Плюс мы арендовали в Мурманском морском пароходстве. И все они были переполнены. И путевки были дешевые, и их было не достать. Почему сегодня на пароходе Гоголь дорогие путевки? Потому что количество туристов там очень маленькое. Там 55 всего, даже 50 продажных мест. Ну, койко мест, да? А ведь на той же Татарии и Буковине мы по 240 человек продавали. Естественно, путевка была дешевле. Или, представьте себе, на теплоходе пойдет 10 человек. Думаю, что через несколько лет у нас будут довольно-таки Соловки в очень красивом виде. Там будет развитый аэропорт, и морская гавань, наверное, и памятники будут все. Только чтобы не забыли, как добраться до Соловкова. Да, этот вопрос, я думаю, будет решен. Потому что это федеральная программа. А где федеральные программы, там, наверное, федеральные деньги. Тогда будет легче решать эти вопросы. Но сейчас вам работать легче, как туроператор на внутренний туризм? Я бы, наверное, такого не сказала. Почему? Потому что раньше чего-то не получалось. Ты позвонишь в обком партии, и все вопросы сразу в любом решении. Сейчас нету, нужно самим решать эти все вопросы. А партнеры все-таки они уже, или не уже, а еще не поняли, что сегодня нужно к партнерам по-партнерски достойно относиться. И тогда вместе, сообща, мы получим хороший результат. К этому мы уже идем. Поэтому и создана ассоциация туристическая. Мы объединяем усилия, чтобы решать важные проблемы туризма на территории Архангельской области. Главное ведь, что вы верите. Это очень хорошо, что у вас руки не опускаются. В заключении такой блиц. Ваши любимые места в Архангельской области? Ой, я люблю Соловки и люблю Пинежский район. Безумно люблю Пинежский район. Где, на ваш взгляд, в каком районе, в каком месте непаханное поле для развития туризма? Холмогорский район, это поближе к Архангельску. И довольно-таки хорошие дороги до Холмогор. И все-таки Ломоносово. И я думаю, что развивать Холмогорский район надо. Потому что Устьяны ведь теперь очень сильно развиты. И Медовый спас, и много чего сделано в Устьянских районе. И вот близлежащие. Очень хорошо развивается Приморский район. Великолепно. Поэтому, думаю, нужно развивать так же, как Приморский район, Холмогорский район. Наличие капитала – это решающий фактор для того, чтобы открыть свое дело в турбизнесе? Скорее, нет. Нужно любить туризм. Надо всей душой прикипеть к туризму. Потому что не всегда все решает деньги. Нужно полностью отдаться туризму. И забыть, потому что что такое туризм? Это там, где люди отдыхают, мы работаем. И это самое важное. И надо любить людей, которые вы... И уметь гостеприимству научиться, знать это. И тогда народ к нам потянется. Спасибо, Татьяна Николаевна. В нашей студии была Татьяна Бестужева. Член правления Архангельской региональной туристической ассоциации. С 1 июля 2013 года интернет-проект «Россия-10» объявил второй тур общенародного голосования за новые символы России. В первом этапе проекта от Архангельской области приняли участие 8 достопримечательностей региона. Во второй тур проекта конкурса «Россия-10» прошли 80 объектов со всей России, в числе которых Архангельская область. По числу набранных голосов мы прошли с Соловецким архипелагом и Каргопольем. А вот теперь от нашего интернет-голосования зависит, попадет ли Архангельская область в десятку новых символов России. Такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин